Привет! С вами Ольга и вы на канале Оздоровление с Ольгой. В этом видео я постараюсь рассказать, насколько я могу подробно о документах, которые я оформляла по приезде в Ирландию. И какие особенности есть. Когда мы с детьми прилетели в Ирландию, я рассказывала, что нас встретили и отвезли в Сити Вест. Об этом подробнее есть в моем самом первом видео, когда мы прилетели. И кто еще не видел, можете посмотреть. После того, как нас привезли в Сити Вест, там нам оформили начальные документы, выдали папку со всеми необходимыми, сфотографировали. И сказали, что наши PPS номера или Personal Public Service Number. Это универсальные идентификационные номера, похожие, ну как у нас в Украине, тоже идентификационные номера присваиваются и детям, и взрослым. Нам в Сити Весте оформили вот такие желтые карты, которые, ну как такие листики на меня и троих деток. Эти желтые карты, ну буду называть их карты, да, то есть они являются самыми главными во время того, как мы находимся в Ирландии. И вот этот желтый лист, это о том, что нам присвоен темчасовый захист или временное укрытие, которое стало действовать с 4 марта 2022 года. И эти желтые листики, они дают нам гарантию на работу в Ирландии, на социальную защиту, на то, что у нас будет медицинская страховка, и детки бесплатно обучаются в начальной и средней школе. Поэтому без этой желтой карты никуда, если она потеряется, то как бы все, то есть она выдается один раз, это уникальный документ. И вот уже на основе этой желтой карты дальше уже оформляются другие документы, то есть PPS номер нам оформили в Сити Весте, и мы должны его получить в ближайшем Интрео, это такое учреждение, где можно тоже обратиться по поводу работы и по поводу социальной защиты и многого другого. И вот этот Интрео, это уже нужно посетить после того, как вас уже поселили, и проходит 5 рабочих дней с момента оформления. Вот мы приехали, нас оформили. Вот через 5 рабочих дней нужно забрать этот PPS номер, и чем быстрее, ну то есть не раньше, чем 5 дней, тем лучше, потому что дальше ты оформляешь именно вот это пособие. И как раз на 6 день я отсчитала, и я поехала с детьми, и еще одна семейная пара, мы познакомились, и они нам предложили помощь. Очень приятные ребята, спасибо им огромное, мы общаемся, поддерживаем отношения. И они в свое время тоже помогли им, и они решили нам, потому что, ну, как бы сложно маме с тремя детьми все это одновременно, потому что, ну, детей оставлять никуда нельзя. Стойте, пропустим. Родя, стой, Родя, стой, Родя, стой. Родя, стой. Раз. Два. Два. Родя, стой, 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 стой. Мам, куда идти? Куда-нибудь. Где-нибудь, где есть места. Идем, где есть места. Ой, речка. Речка там. Мама еле... Да. Да. Вот такие. Выходим. Выходим. Вышли. Вышли. Стоим на месте. Переходим. Переходим. Мама, не будет. Мама, не будет. Мама, не будет. Конечно, не будет. Переходим. Переходим. Переходим, котики. Переходим. Коробка. Коробка, коробка. Это коробка. Мама. Макс, стой. Ева, стой. Мы поворачиваем. Вот Энтрео. Это туда, куда нам... За документами. Конкретно у нас Энтрео находится в ближайшем городке. Это Балбриган. А мы живем в Гормонстон-парке. Это поселок небольшой. Поэтому вот самый ближайший Балбриган. Там же находится почта, на которой мы получаем уже непосредственно пособие. То есть в Ирландии почта на первом месте. В основном все проходит через почту. Да, вы можете и на карту. Но в основном почта без письма приходит. И мы поехали туда. Зашли в Энтрео. Выдали нам номерочек. Ну, в принципе, как у нас в нашем... Вот я где оформляла социальные тоже... Когда нужно было взять форму ОК-7, ОК-5, если я не ошибаюсь. Где ты работаешь и так далее. Или не работаешь. То есть документом тоже похожая система. То есть выдают тебе номерочек. Ты ждешь и тебя вызывают к специалисту. И мы с меня идем. Ну, в супер. Так, заходим. Интрео. Тшшш, тут нельзя кричать. Тут нельзя кричать. Заходим, здесь нельзя кричать. Погроши. Нельзя, я говорю, здесь нельзя кричать. Я говорю, здесь нельзя кричать. А, здесь документы оформляют. Тшшш. Тешите. Маша, Мангелевич, пожалуйста. Мочка, все, ты работай. Мочка, а мы на посидим. Да, сели, тихо. Максим. Сиди, тихо. Сиди, тихо. Два переводчика. Она говорит, у меня вообще без проблем. А я посидела, мне все оформили девочки. И просто выдали. Поэтому это было быстро. Ну, у меня не обошлось без сложностей. Наверное, это не просто так. Лучше буду знать английский. Но устала я очень на тот момент. Потому что детки, за ними надо постоянно присматривать. И одновременно со специалистом. Но мне помогала девушка Анна. И кое-как мы изъяснялись с специалистом на английском. Он сказал, что уже PPS номера есть. Он нам их выдал. Лучше нужно было оформить. Я оставила себе пример. Да, то есть сейчас я покажу приблизительно. Это вот такая форма. Нам выдали в CityWesty такую папочку. То есть папку и еще бумажная папка, где был сложен вот эти четыре листика желтых. И то есть там были вот эти формы, которые нужно было заполнить. Вообще как бы их нужно было заполнить на английском. И привезти туда уже в Intreo. Забрать PPS номера и там просто дописать. Я не сделала этого. Как мне сказали, что должны были мне помочь. Думаю, может ошибки какие-то будут. Но я хотя бы ознакомилась с ней. Уже хорошо. Было немножко проще. То есть там были вложены вот такие примеры. Здесь на английском и перевод на украинский. То есть нужно было заполнить о себе. Фамилия, имя, год рождения, страна, телефон, имейл. PPS номер вписать. И дальше уже идет информация о... О муже, о спивмешканец, спивмешканец, если таково есть. Если нету, то выдают форму для мамы, которая одна воспитывает детей. Вот у меня была такая форма. И ее заполненную нужно отдать специалисту. Также туда вложено было в эту папочку еще два листика на медицинское страхование. Тоже нужно было подписать. И вот его уже дальше в конвертик и отправить по почте. Это мы тоже отдельно подписали. Это уже мне помог муж Анны. Там тоже были свои особенности. Ну, в принципе, справились. С переводчика можно это все сделать. В общем, оформили, но сказали, что можно попробовать к доктору, который здесь. С докторами здесь очень большая проблема. То есть те, кто в Ирландию собирается, понимаете, что я знала это, что здесь с медициной все плохо. Вот. То есть попасть к доктору, ну, в принципе, в Европе это практически везде, но в Ирландии, наверное, еще хуже. То есть, чтобы попасть к доктору, это, ну, очень сложно, это надо записываться за несколько месяцев. Если какие-то хронические заболевания, то нужно быть готовым к тому, что лучше не надо тогда в Ирландию. И, в общем, подписали мы. Я взяла с собой домой эту форму. И я отнесла доктору, который здесь верно его вызывает. Я еще не знаю эту особенность, я узнаю потом. То ли раз в месяц, то ли когда. То есть можно, он сюда приходит конкретно к нам, и мы записываемся на прием, те, кому это нужно. И вот я сходила, это уже на следующий день. Как раз, как раз или через день, я не помню точно. Я отнесла эту форму, у меня ее забрали, сказали, мы сами оформим и отправим. Ну и хорошо. И дальше еще мне порекомендовали ребята, что можно подписать запрос, то есть тоже форму оформить на помощь единоразовую по обуви, одежде на себя и на ребенка. То есть я подписала, тоже ребята помогли, отправлю, ну там нужно описать свои причины и зачем это нужно. В общем, отправила, не знаю, придет, не придет, на всякий случай оформила. То есть все это заполнялось с паспортами. Я сделала заранее детям, когда мы еще были в Украине, я просто подготовилась, я не знала, понадобится, не понадобится, я готовилась на всякий случай и сделала паспорта. В общем, загранпаспорта детские, конечно, нужны были тоже в Сити Весте, брали на детей свидетельства о рождении. Вот это все мы вписывали туда, оформляли и затем уже через неделю должно приходить пособие. Оно здесь выдается раз в неделю на взрослого, на детей и потом еще в конце месяца детям там доплачивается. То есть там небольшая сумма раз в неделю на детей, а потом еще в конце месяца сумма другая уже выходит. То есть вот это все нужно оформить для того, чтобы ты быстрее получал вот это пособие. Белбриган красивый город, он необычный, как для нас. То есть там такая одна улица узенькая и магазины-магазины, но вот дальше уже мы там уже гуляли в другой день. В этот день мы зашли еще в магазинчик, я обещала деткам подарочки. Это почта, где получают выплаты, оформляют письма. В общем, вот такое все. Польский магазин сюда за нашим. В магазинчик. За игрушками. Да, за игрушками. Винсенс. Это мы идем сюда сейчас. Нет, ничего, брать нельзя. Марк, положи на место. Положи на место. Мама, вон у вас игрушки. Подожди пока. Вон игрушки. Сейчас. Сейчас. Мы зашли в магазин, ну в супермаркет здесь. И вот супермаркет. И мы купили, в общем, швабру купили, швабру купили, тазик купили, салфетки и початки для уборки. А ручки купили. Смотрите, вот такой набор железной дороги за 10 евро. А Марк, у тебя что? Что у тебя, расскажи. Какая-то фокусная коробка. Короче, ребенок будет нам фокусы показывать. Любитель денег, любитель всяких таких вот карточек. Что-то такое интересное, магическое. Ева, а что у тебя? А Ева нашла себе куклы просто. Это... Сейчас зайчик. Эльза. Это Эльза. Сколько она? 2,5 евро была, да? То есть вообще. Не 2 евро это. Классного качества. Видите, в таких сапожках. Держи, Ева. А вторая кукла? Вторая кукла? Не знаю, как ее зовут. А вторая кукла это у нас... Сейчас, сейчас. Сейчас, зайка, я починю. Вот такая еще куколка за 2,5 евро. В общем, мои довольны. Это я им к Николаю, потому что Святой Николай не подарил, не доехал до нас, и поэтому мы пошли его в подарки себе выбирать. Короче, Ева увидела себя в телевизоре. Я им купила, что из необходимого мне было, это переходник обязательно. В идеале, если есть возможность, купить его дома у себя, переходник на другую розетку. Здесь убирают у нас один раз в неделю, меняют белье, меняют полотенца, которые здесь есть. Но для моей семьи этого мало, поэтому нужно было вот еще такое приобрести, чтобы почаще убирать. В общем, это кратко все. Есть уже отснятых несколько видео. Кто еще не видел, приглашаю вас к просмотрам. Задавайте вопросы, на какие смогу отвечу. Может быть, я что-то забыла. До встречи в следующих видео. Жду ваших комментариев, лайков. Берегите себя, будьте здоровы. Поехали. Вот такую мы купили сегодня. Железнодорожную станцию. Что там куклы ждут? А, куклы у нас ждут. Поломка поезда. Поломка поезда. Поехали. Смотрите, я взял вот такую бумажку, нарисовал на ней 100 долларов. Все видели 100 долларов? Смотри, теперь засовываю и посмотрите, что там возлазит. Посмотрите, у нас 100 долларов волшебные вышли. Поехали. Сейчас я покажу вам такой фокус. Смотрите. Круто. Все похлопали? Зрители похлопали? Молодцы. А давайте попринем в игру в цирк. Сейчас я вроде оторву руку. Так. Готов? Родина. Раз, два, три. Разорвал. Ага. Понятно. Видно ее, мама? Нет? Все. Все. Вытягивай руку. Смотрите, это фокус. Да. Там она была оторвана, а здесь она вытягивается сразу такая чистая. Поехали. Смотрите. Я вот здесь не могу засунуть. Не получается. Ну, Макс попробует по-другому. Ну, это большой-большой секрет. КОНЕЦ. КОНЕЦ.